Вставай на ножки. Вот, давай мне ручку. Вставай, вставай на ножки. Пойдем, Матвей. Где у нас ходуночки? Опа! Вот как наши ножки топают. Топ-топ. Первые робкие шаги Матвей делает с помощью своей воспитательницы. Нина Маркова искренне радуется этим достижениям младенца. В Муромском доме ребенка она работает уже 15 лет, каждый день становясь чьей-то мамой. С детьми здесь, в доме ребенка, нам приходится выполнять ту же самую работу, что и дома со своими родными детьми. Мы их купаем, мы их кормим, мы их жалеем, мы их воспитываем и всю свою любовь отдаем им. И каждый раз сама мама и уже бабушка недоумевает, как можно оставлять этих крох. И на время, пока малыши вынуждены находятся в доме ребенка, воспитатели пытаются максимально отдать им свою любовь и заботу. Мы принимаем новых детей, отогреваем их душевно, учим кушать, учим улыбаться. Мы своим детям в первую очередь пытаемся показать, что не все взрослые приносят боль и огорчение, что есть люди, которые их любят, которым можно доверять. Потом эти дети у нас уходят, кто-то в семьи, кто-то в детские дома. Приходят новые дети, у нас постоянно смена. На сегодняшний день в Муромском доме ребенка находится 39 малышей в возрасте до 4 лет. Они оказываются здесь по разным причинам и у каждого своя судьба. Только за 10 месяцев уходящего года из 39 вновь прибывших детей в родные семьи были возвращены 15 малышей. В приемные семьи и под опеку попали 11 малюток, усыновлены 25. Усыновляют муромских сирот в основном жители Владимирской области. Около 30% усыновителей – это жители столицы, а в некоторых случаях малыши находят родителей за границей, как правило, в Италии. Разгибай ручки, разгибай. Попели, поели. Матюш, на головку и сели. Матвеев всего 8 месяцев. Он один из тех, кто сейчас ищет свою новую маму. Матвейка у нас начал ползать, и упор на ножки у него стал гораздо тверже. Вообще Матвейка у нас очень аккуратный мальчик. Он во время приема пищи кушает с ложечки кашку и пюре так, что личико и щечки у него остаются чистенькими. Сейчас учится пить из кружечки. И, в общем, он у нас совсем уже стал большой мальчик. Первые шаги, как и первые улыбки, малыш пока дарит своим воспитателям. Но мы очень надеемся, что по ту сторону телеэкрана чье-то материнское сердце скажет – это мой ребенок. Матвей у нас очень спокойный, ласковый и замечательный ребенок, который не доставил бы никаких хлопот своим родителям. Единственное, чего не хватает нашему Матвею – это ласковых маминых рук и ее любви. И нам очень бы хотелось, чтобы у Матвея, как и у других наших воспитанников, появилась настоящая добрая и любящая семья. Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтобы были потеряны дети.